Общественники предложили запретить делать аборты по полису ОХОМЭС. Обсудим деликатную тему с экспертами. Об этом и не только расскажу уже в ближайшую минуту. Это Бюро новостей Давиджи. Меня зовут Надежда Шабалина. Здравствуйте. Не получили бесплатные лекарства, социальные выплаты или есть проблемы с оказанием медицинской помощи? Можно пожаловаться на горячую линию прокуратуры. Их пообещали не закрывать, но проблемы остаются. И их еще много. Рестораторы обсудили с губернатором будущее сферы общепита. Попросил полмиллиона за помощь и покровительство при ремонте дороги в Зоевском районе. Бывшему топ-менеджеру Вятавтодора вынесли приговор за взятку. Проверять не только газ в квартирах, но и электропроводку. Новая инициатива общественной палаты России лжегазовщики уже есть. Не появятся ли псевдоэлектрики? Кировская мэрия хочет вернуть себе участок в парке Победы. Представители администрации обратились в суд, чтобы там признали все сделки о купле-продаже незаконными. Напомню, в 2015 году участок площадью в 40 тысяч квадратных метров был продан коммерческой организации «ГЗОРС», чтобы построить спортивный комплекс. Но через пару лет компания разделила участок на три части и продала их застройщику. В мэрии считают, что все договоры о купле-продаже были совершены с использованием властных полномочий Быкова, а это незаконно. Поэтому администрация хочет вернуть земельные участки обратно в муниципальную собственность. Первое заседание пройдет 9 декабря. Бывшего топ-менеджера компании «Вятавтодор» приговорили к 3 миллионам рублей штрафа за взятку. Вердикт вынес с Кирово-Чепецкий районный суд. В суде было доказано, что летом 2019 года бывший зам генерального директора «Вятавтодора» получил 500 тысяч рублей от руководителя одной из компаний. Как установили следователи, взятка была получена за помощь и покровительство при ремонте дороги в Зоевском районе. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги». За услугу топ-менеджер «Вятавтодора» просил миллион. Владелец фирмы передал половину взятки, а после обратился в полицию. Не получили льготное лекарство, врачи не оказали помощи или вас не устраивает ее качество. В прокуратуре Кировской области принимают жалобы кировчан на лекарственное обеспечение и доступность медицинской помощи. В ведомстве организовали горячую линию. Она начала работу в круглосуточном режиме с сегодняшнего дня. Кировчане могут пожаловаться, если им вовремя не оказали медпомощь, если не получили льготное или жизненно важное лекарство – противовирусные препараты. Сообщить о нарушениях можно по телефону горячей линии, а также направить жалобу в электронном виде на сайт прокуратуры Кировской области или через портал госуслуг. Сообщить о нарушениях при оказании медицинской помощи, при предоставлении льготных лекарственных средств, противовирусных препаратов, госпитализации пациентов и других нарушениях можно позвонив по телефону 38 11 53. Также сообщения можно оставить на официальном сайте прокуратуры Кировской области. Прекратить бесплатные аборты, сделать это предлагают общественники, убрать аборты из системы ОМС. Это предложение вынесли на заседание общественной палаты, а теперь резолюцию на эту тему распространяют в интернете и СМИ. Мнение экспертов на эту тему собрала Елена Чехомова. Лена, что выяснило, какое отношение людей к бесплатным абортам? Мнения, конечно, разные. Честно говоря, сама удивилась, даже не знала, что такую процедуру проводят просто так, бесплатно, по обычному медицинскому полюсу. То есть получается, что аборт в одном списке с посещением, не знаю, окулиста или кардиолога. И вот это ненормально, считает председатель Совета общественного движения «Мужской путь» Андрей Брезгин, кстати говоря, отец шестерых детей. И это именно его инициатива перестать платить за аборты из наших с вами налогов. Мы с вами не должны оплачивать кровь невинно убитых детей. Кто-то говорит, что это, конечно, аборт – это какая-то медицинская процедура. Извините, это не болезнь. Почему из ОМС должно оплачиваться именно убийство детей, узаконенное убийство детей? То есть мы за то, чтобы люди, соответственно, понимали прекрасно, если они вступают близко с человеком, то вследствие этого могут рождаться и дети. Андрей Брезгин приводит статистику. За 100 лет официальных абортов, и как раз в 2020 году, Ленин разрешил. Так вот, таким образом, как сказать, не родились более 200 миллионов людей, 200 миллионов детей. Цифра поражает. И, казалось бы, зачем тогда по полису продолжать проводить вот эту процедуру бесплатно? Ну вот зрители наши за свободу выбора можем посмотреть. У нас в группе ВКонтакте «Девятка ТВ» мы проводили опрос, и выяснилось, что большинство респондентов хотели бы, чтобы эту процедуру продолжали делать, причем именно бесплатно. Поддерживает эту точку зрения наш эксперт из Перми, зовут его Дмитрий Амутных. Он напоминает, что аборт бывает вынужденным, например, в случае насилия или каких-то серьезных генетических заболеваний. И он считает, что в таких случаях государство должно помочь женщине. Убрать аборт из госгарантии. Ну хорошо, кто может заплатить, а кто не может заплатить, им как быть. Понимаете, должно быть право выбора. Это так же, как если вы строите новую дорогу платную, всегда должна быть дорога-дублер, по которой могут ездить те, кто, скажем так, не считает нужным или не имеет возможности оплачивать. Так же и здесь. Главное, что любая женщина, любой гражданин может рассчитывать на то, что государство в трудной жизненной ситуации его не оставит. Лена, хорошо, тогда вот такой вопрос. Если не оплачивать прерывание беременности, то куда эти деньги могут в дальнейшем пойти? Вот ответ у всех моих собеседников был один точно на повышение рождаемости. Но пути разные. Вот, например, Григорий Звалинский. Он из Польши, 20 лет живет в Кирове. Так вот, за 11 лет приютил в своем центре 40 женщин в положении. И все эти 40 женщин родили своих детей, хотя изначально у них были совсем другие планы. И вот помощи ему никакой нет. Брошенным, оставленным, которых уволили из работы, вот должны быть такие центры, как у нас тоже при приходе. Таких центров должно быть в каждом городе, должно поддерживаться государством. Потому что эти центры, эти люди, эти организации, православные, католические, протестантские, светские, они делают работу для государства и за государство, они получат ни копейки поддержки. Или, например, Кировский центр поддержки материнства «Моя семья». За 6 лет консультации, бесед с женщинами, они уберегли от аборта 860 женщин. 860 детей родились. И руководитель этого центра предлагает сделать вот такое предабортное консультирование повсеместным, в том числе в частных клиниках. Естественно, там этого нет. Женщина приходит, оплатила, ей сделали, она ушла. То есть никакой беседы там, конечно, не проводится. Поговорить с женщиной, проговорить вот эти страхи, что она боится остаться одна, боится не справиться с воспитанием. И тогда, возможно, женщина передумает. А вот аборт бесплатный отменить, считает руководитель этого центра. Если женщина уже и решила сделать аборт, то это ее ответственность и оплачивать этот выбор должна она сама, а не государство. У нас, получается, какой-то двойные стандарты в России. Одна, вроде бы как, политика повысить рождаемость и в то же время совершенно противоречиво государство оплачивает аборты. Но надо понимать, что в этой инициативе вовсе нет речи о каком-то запрете абортов вообще. Вот знаете, сейчас митинги в Польше, так вот у нас даже близко об этом речи не идет. И нельзя не сказать о том, что последствия аборта могут быть самыми серьезными, в том числе и бесплодия. Так что оставить аборты только платными, ущемление ли это чьих-то прав, ну тут каждый решает сам. Лена, спорные вопросы, да, мы сегодня подняли. Спасибо тебе за информацию, мы продолжаем. Общепит закроют, только если камни с неба упадут. Так сказал губернатор кировским рестораторам. Они встретились и обсудили проблемы и перспективы развития отрасли. В первую очередь говорили о режиме работы с заведений. Пока, по их словам, они продолжают обслуживать посетителей до 11 вечера. Игорь Васильев заверил, закрывать ничего не планирует. В ответ владельцы кафе и ресторанов пообещали исправно соблюдать все требования Роспотребнадзора. Другая тема – это кредиты. Многие рестораторы весной были вынуждены взять займ для сохранения рабочего коллектива. Условия, если штат не будет сокращен, кредит спишут. С 1 декабря начнется мониторинг численности сотрудников. Вопросы еще остались. Например, в случае, если общепит придется закрыть. Власти пообещали держать в курсе дела. Предлагали несколько вариантов налоговых льгот либо упрощенных налогообложений для того, чтобы в новом году предприятия общественного питания могли восстановиться, выйти немножко из этого кризиса, который сейчас происходит, и не закрыться, сохранив рабочие места, сохранив налоги в местный бюджет региональный. Поэтому наши предложения вынесены, подписаны, и они будут рассматриваться уже в законодательном собрании, ну и в минутором развитии. Из-за неисправной электропроводки в Кирове только в этом году произошло 100 пожаров. Об этом рассказали сотрудники МЧС в ходе очередного рейда. Тем временем в России могут вести плановые проверки электропроводки. С инициативой выступила член общественной палаты страны Светлана Разворотнева. Кто будет этим заниматься и не появятся ли наряду с лжегазовщиками еще и псевдоэлектрики, расскажет Ульяна Яздакова. Здравствуйте. У нас профилактический рейд по жилым домам ходим, памятки гражданам вручаем. Нет, просто вас проинструктируем о мерах пожарной безопасности. Пенсионерка Валентина Михайловна памятку приняла с благодарностью и наставление сотрудников МЧС выслушала. Электроприборы, если здесь не находитесь, то желательно их выключать. Пенсионерка ждет вместе с другими жильцами коммуналки на Кирпичном переулке 13 расселение. Дом аварийный, 39-го года постройки. Все коммуникации старые и проводка тоже. Валентина боится пожара, поэтому в своей комнате провода заменила еще пять лет назад. На новую проводку в коридоре собирали деньги со всех жильцов. А что делать? За безопасность надо платить, считает женщина. Квартиру, каждый на нас ответственен за свое помещение, чтобы не было пожара. Собственник сам должен, конечно, если он живет, так он должен следить за своим жилищем. Пока жильцы следят за проводкой добровольно. Однако собственников могут обязать заключать договор на ее проверку каждые 10 лет. Автор инициативы, председатель комиссии по ЖКХ общественной палаты России Светлана Разворотнева утверждает, 80% пожаров происходит именно из-за неисправных проводов. Часто коммуникации не выдерживают напряжения, ведь одновременно в квартире может работать вся бытовая техника. Поэтому активистка предлагает проверку и устранение неполадок возложить на плечи управляющих компаний. Раз в несколько лет к тебе придет представитель управляющей компании, расскажет тебе о правилах, о том, как надо следить за этой проводкой, там осмотрит визуально, заменить проводку это тоже копейки. Здесь всегда можно минимальными средствами предотвратить какие-то последствия, нежели ждать наступления страхового случая. Идея здравая. Однако пока непонятно, какое ведомство будет за этим следить. Да и рынок сертифицированных электриков в России еще не сформирован. Парирует кировский коллега Светлана Сергей Улитин. Все это может привести к появлению целой индустрии лжеэлектриков. Людей попросту могут разводить на деньги, считает Улитин. Есть и другие риски. Первое, что это будут делать формально, второе, что это будут делать так часто, что это превратится просто в источник зарабатывания денег. Понятно, что внутриквартирная электрическая сеть это собственность владельца этой квартиры, и он должен нести расходы по содержанию. И здесь, наверное, как всегда, мы балансируем на том, перевешивает ли вот эта вот безопасность проживания теми деньгами, за которыми мы за это платим. Чтобы избежать рисков, общественники предлагают не отдавать деньги за работу напрямую электрику, а включать эти расходы в квитанцию. Сейчас готового решения нет, подчеркнула Светлана Разворотнева. Идея требует доработки. Пока письмо с предложением направлено к главе Минстроя. Тем временем в России сразу два антирекорда по коронавирусу. Впервые за сутки выявлено 23 610 новых случаев заражения. Скончались 463 человека. В Кировской области также впервые выявлено 223 инфицированных. Скончался от коронавируса еще один пациент. При анимации находится 111 человек. На искусственной вентиляции легких 30. На домашнем лечении сейчас более 11 тысяч кировчан. Выписано из больниц около 300 человек. Аллергики меньше заражаются коронавирусом, заявила врач-аллерголог доктор медицинских наук Вера Ревякина. По ее словам у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой инфекции. Правда, есть специалисты, которые эту теорию опровергают. Как бы то ни было, COVID-19 позиции не сдает. Как восстановиться от степени тяжести перенесенного коронавируса каждый испытывает одно и то же. Слабость, одышка, затрудненное дыхание, к некоторым долго не возвращается обоняние. Многие подавлены психологически. Медики рекомендуют не пускать все на самотек и восстанавливаться под наблюдением врача. Реабилитолога, врача ЛФК, пульмонолога, кардиолога и других. А чтобы избежать всех этих проблем и последствий, важно, чтобы болезнь прошла как можно легче. Кашель с сухой или с небольшой симптомы коронавирусной инфекции. Для лечения COVID-19 наряду с противовирусными применяют жаропонижающие антибиотики и препараты от кашля. В лечении кашля можно использовать ацетилцистеин и амброксол, содержащие препараты. К таким относится коделак бронха. Препарат показан для лечения кашля с затрудненным отхождением мокроты или пневмонии и бронхите. Он содержит четыре активных компонента, в том числе с дополнительным противовирусным и противовоспалительным действиями. По международной базе данных медицинских и биологических публикаций ПАПМЕД в рамках клинических исследований определена противовирусная активность амброксола в отношении COVID-19. Амброксол оказывает влияние на подавление цикла репликации коронавирусной РНК. Также в рамках сравнительного исследования инвитро было выявлено, что влияние коделака бронха на выживаемость клеток значительно выше, чем у аналогов. Препарат показал высокую активность в отношении коронавируса в концентрациях, имеющих клиническое значение и находящихся в пределах известных профилей безопасности. Отец плохому не научит. Готовить к экзамену по вождению в автошколах сможет не только инструктор, но и родственник, у которого большой безаварийный стаж. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Как отнеслись к идее в Кирове, расскажет Зоя Попцова. С советского времени вплоть до 2013 года у нас в стране была возможна самоподготовка водителей. То есть инструктором мог быть любой опытный водитель, будь даже родственник или близкий человек, у которого есть достаточно большой стаж безаварийной езды. Но потом внесли изменения в федеральный закон о безопасности дорожного движения и нарушители, которые попадались без лицензированного инструктора, стали штрафовать на 30 тысяч рублей. Но новое это хорошо забытое старое и сама подготовку хотят вновь узаконить. Почему тогда в 2014 году отказались от самоподготовки? Во-первых, посмотрели, по статистике, очень большое количество ДТП с пострадавшими именно было у самоподготовщиков. Я уже 10 лет работаю инструктором и какой бы ни пришел хорошо ездящий человек, такого не бывает, что пришлось не мешаться в управление. Почему же вновь хотят узаконить самоподготовку водителей? Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, который выступил инициатором этой идеи, считает, что далеко не всем удобно посещать автошколу. А также самоподготовка это финансово выгоднее и психологически комфортнее. Ведь именно близкий человек поможет спокойно разобраться во всем. Но по факту грамотно и спокойно объяснять могут лишь единицы. Вас бы обучал ваш муж? Нет, нет, я бы не доверилась. Если все будет продумано, почему нет? Самоподготовка в плане теории, да, пожалуйста. А все, что касается вождения, маневров, разворотов и так далее, это все только специальными людьми. Конечно, лучше ходить в автошколу. Там работают специалисты. Как минимум, муж проходил правила давным-давным-давно. Наверное, уже забылось все. Также депутат считает, что возвращение самоподготовки поможет избежать низкого обучения в автошколе и покупки прав. Но есть один важный момент. Автомобили в автошколах оборудованы специальными педалями и в любой опасный момент инструктор сможет нажать на них. А вот обычные машины такими педалями оборудованы быть не могут. И если, не дай бог, ученик собьет человека, то ответственность, вероятнее всего, ляжет не только на него, но и на плечи наставника. Зоя Повцова, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича. Российские звезды просят помощи в пандемию. Байкотировать новогодние телепроекты, а кому-то нужна еда. Все ли так плохо на самом деле? Об этом и не только. Уже через пару минут. Не переключайтесь. Это Давича и мы продолжаем. Внимание автомобилистам. В Нововятске сегодня перекроют железнодорожный переезд. Там будут менять рельсы, сообщили в администрации города. Движение на участке сначала ограничат, а потом и вовсе закроют. Сегодня с 8 до 11 вечера автомобилисты смогут проехать в ограниченном режиме. После чего переезд полностью закроют до 5 утра 20 ноября. Оперативно будут пропускать только спецтранспорт. Полноценное движение восстановят только в 9 утра пятницы. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут. Объехать этот участок водители могут по дороге Южного обхода. Депутаты областного ЗАГСобрания обсудили итоги проекта по ремонту дворов и общественных территорий. Некоторые объекты до сих пор не сданы. Все из-за поздних сроков начала работ. Парламентарии предложили варианты, как в следующем году этого избежать. Снег уже выпал, а дворы и общественные территории после ремонта приняли не все. Депутаты ЗАГСобрания высказали свои замечания и предложения по поводу реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Перед ними с отчетом выступил представитель Министерства энергетики из ЖКХ Владимир Климентовский. Парламентарии заметили, что каждый год благоустройства затягивается до поздней осени. И о каком качестве может идти речь, если заканчивают работу уже по снегу. Какие-то у вас управленческие решения вообще принимаются, за чей счет банкет. Насколько я знаю, что ПСД заказать, ее нужно оплатить. Вот она была некорректная. Кто оплачивал, какие санкции. Это идет непосредственно к экономии бюджетных средств, как я понимаю, и к выполнению в срок всех взятых на себя обязательств по госпрограммам. И изъяны у нас видны постоянно, так давайте их устранять. Разработку проектно-сметной документации депутаты предложили вести централизованно на уровне области. Если это доработать, в целом результаты депутаты расценивают как обнадеживающие. Проект формирования комфортной городской среды реализуется с 2017 года. В области удалось благоустроить 660 дворовых территорий и 344 общественных пространства. Вы хотите с предложениями работать с какими-то фирмами, с которыми год заканчивается, если кто-то зарекомендовал себя положительно. Можно эти вопросы рассматривать. Квартал выпадает, потом опять деньги, когда придут, пока проект. Смету составят еще. И опять мы окажемся в декабре, в ноябре доделывать эти объекты. На 2020 год запланированы работы в 101 дворе и на 107 общественных пространствах. На текущий момент отремонтировано 99 дворов и 93 общественные территории. По остальным сейчас идет приемка работ. И у нас не доделан проект в советском городском поселении. У нас есть вопросы по реализации проекта в других территориях. Сегодня депутаты недвусмысленно потребовали от министерства ЖКХ, которое курирует этот проект, принятие каких-то радикальных мер, претензионной работы с подрядчиками, изменение подходов. В министерстве ЖКХ рассчитывают, что работы в Советске закончатся в срок. В следующем году проект по ремонту дворов продолжится. Документация на 2021 год уже разработана, ведется работа над контрактами. В парке имени Кирова много аварийных деревьев. Такое заключение сделал дендролог из Москвы. На днях к нам в город приехал Игорь Софиулин, инженер из столицы. Его пригласили авторы проекта «Делаем парк имени Кирова вместе», чтобы эксперт изучил зеленое насаждение. Так вот, сегодня дендролог прогулялся по территории и рассказал о зеленой зоне много опасных деревьев, но убирать их нужно после специальных исследований. Кроме того, в парке есть ценные породы. Это ломкие ивы, за которыми нужен особый уход. Также дендролог предложил разделить территорию на две части с интенсивным озеленением и пространство, где потребуется минимум материальных и финансовых вложений. Итоги исследований подведут 30 ноября. Звезды шоу-бизнеса просят поддержать их в пандемию и не лайками в соцсетях. В последнее время все больше артистов просят помощи от государства. Одним необходимы льготы, на питание, другие требуют открыть концертные площадки хотя бы в новом году. Иначе отрасль вторую волну не переживет. Мой коллега Дмитрий Житарчук собрал мнение на этот счет. Ну вы что, серьезно? У звезд шоу-бизнеса денег нет? Да ладно. Это, пожалуй, один из самых частых комментариев под новостями о плачевном состоянии дел в российском шоу-бизнесе. Но не все так однозначно. Как отметил Лев Лещенко, речь не о 20-30 суперзвездах. Те действительно скопили на жизнь и сейчас не бедствуют. Речь об индустрии в целом. Есть же еще музыканты, техники, промоутеры, танцоры. Вторит ему Валерий Меладзе. С его слов, эти люди уже 8 месяцев не получают зарплату. Судя по всему, накипело у певца, разразился постом в Инстаграм и призвал всех бойкотировать новогодние огоньки в этом году. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах. Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев. Но есть и артисты, которые не за других просят, за себя. Вот, например, Тарзан и Наташа Королева дошло до того, что им из-за пандемии пришлось закрыть фитнес-центр и салоны красоты. Нам, не имеющим возможности сейчас зарабатывать еще и предъявляют требования. Мол, давайте еще и врачи оплачивайте. Народ вообще не понимает. Мы ни копейки не имеем. Артистка Елена Воробей и вовсе попросила предоставить льготу на продукты питания всем артистам. У тех, кто раздражается по поводу жала по артистам, сложилось ложное мнение, что мы небожители, что мы не платим за коммуналку, что нам продукты бесплатно дают в магазине, что мы не платим за лекарства, что мы не болеем. Звезды кировского шоу-бизнеса признают, что именно сейчас артисты начинают бить в тревогу. Как рассказала кировская певица Тора, если весенние ограничения еще как-то пережили, были накопления с новогодних корпоративов прошлого года, то сейчас туго всем. Тора также разделяет артистов регионального и федерального значения и масштабов. У последних признает, на обед денег, конечно, хватит, но и расходы огромные под стать штатус сотрудников. Оплатить им сейчас нечем. Тем же, кто трудится в регионах, реально приходится затягивать пояса. Новогодних корпоративов не будет, а именно они всегда были своего рода финансовой подушкой безопасности на весь грядущий год. Ну и логику запретов Тора также не понимает. То, что разрешили до 11 работать, сильно ни мне, ни моим многим коллегам не помогло, потому что сами рестораны и те площадки, которые организовывали мероприятия, они от такого тоже пострадали, потому что большая выручка была именно там вечернее, ночное время. Кстати, Михаил Боярский своих звездных коллег пристыдил, говорит, нечего просить помощи, тем более, если мужик, садись за руль и зарабатывай. Лидер латиногруппы кировской авокадо-джем Игорь Насонов тоже отдельных льгот для себя не просит, хотя и с выступлениями сейчас в Кирове беда. И перспективы туманны, но 90-е же как-то пережили, вспоминает. Попишем гимны хоккейным клубам, попишем гимны городам и весям, ничего, как-нибудь. Вот. Что еще делать? Таксовать, как Михаил Боярский? Ну, я штурманом к нему пойду. Михаил, звоните. В общем, представители российского шоу-бизнеса 2021 год с надеждой вряд ли ждут, разве что с опасением. А масштабы потерь еще только предстоит подсчитать. Теперь делать новости вместе с нами стало еще проще. Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть видео, присылайте его к нам в WhatsApp или Telegram по номеру, который вы видите на экране. И мы покажем его в наших свежих выпусках новостей, обсудим и, возможно, сможем помочь в решении проблем. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Благодарим за поддержку фабрику меховая мода.